Уважаемые братья и сестры, дамы и господа, я как президент Международной общественной организации, военно-патриотический блок, гвардейская звезда, обращаюсь к странам победителей Второй мировой войны, а также постоянным членам Совета безопасности. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Совет безопасности Российской Федерации, Государственная Дума, уважаемый президент США Дональд Трамп, Сенат и Конгресс Соединенных Штатов Америки, уважаемая королева Великобритании Елизавета II, королевская семья и аристократия Великобритании, Уважаемый генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Цинь Зиньпинь, уважаемый президент Франции Эммануэль Макрон, парламент, Сенат Национального Собрания. Предлагаю на ваш суд события последних сто лет, их упущение и незавершение приведет к мир к хаосу и безумию. Поэтому считаю исправить ошибки Первой и Второй мировой войны для того, чтобы предотвратить Третью. По итогам Второй мировой войны, бывшая территория СССР, ныне Россия, на правах правоприемности предоставить европейскую часть Белоруссии под протекторат России, на Кавказе Армению и Грузию под протекторат России, с упразднением Азербайджана, как террористическое государство, которое в свои ряды вербовало радикальные террористические организации и уничтожает народ армянский на территории Арцар. Милитаристическую Турцию, как проигравшая сторона Первой и Второй мировой войны, упразднить и перенести в Среднеазиатский регион, то есть на историческую территорию под протекторат постоянных членов Совета Безопасности, разделив секторами, как в новообразованную территорию Турции в Средней Азии. А на бывшей территории Турции, это историческая территория Армении и Греции, создать Армению, согласно арбитражному суду президента США Вудрана Вильстона, Стамбул переименовать в Константинополь. Я как президент Международной общественной организации хочу объяснить, почему все это я... Это мое обращение, я хочу прочитать в устной форме, сегодня я их отправлю вышеуказанным людям. Армения – суверенное государство, имеет свое святое место среди держав мира. По законам природы и его Творца, уважительное отношение ко всему человечеству требует от нас разъяснения причин нашего всемирного армянского движения. Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы Творцом, и каждая нация-народность наделены определенными правилами сосуществования – жить, стремиться к счастью, любви и свободе. Однако не все нации придерживаются этим правилам. Среди них были турки-сельджуки, кочевники, не имеющие территории, возобновили себя богами, что они выше всех наций и народностей, взяли на себе право отбирать у других народов земли, имущество, богатство. И все это закрепили в своих национальных и религиозных текстах, традициях. Однако недалек тот час, когда мы армяне, которые не примиримся потерями своей исторической родины и будем стремиться к полному восстановлению территориальной целостности нашей родины, которых в течение многих веков на глазах цивилизованного человечества было ими отобрано, а местное население уничтожено только потому, что они армяне. Наша историческая родина пролегает между Средиземными, Черными и Касмическими морями. Находящееся в нем озеро Туз разделяет нас от греков, а озеро Урмиа разделяет нас от персов. Озеро Ван и Сиван и Библейская гора – все это подтверждается священными писаниями и древними картами. Является наша историческая родина, учеными и мыслителями древнего мира и Ашхарабаром. Все это подтверждено. Наш мир нам дан от самого создателя и сотворителя миров. Для того, чтобы мы тут жили, творили, проживали по божественным канонам, имели свое место и слово в этом мире. Для восстановления божественных законов армянская нация имеет право изменить основы, создать такие принципы и формы организации, которые ему предоставляются наилучшим образом обеспечить людям безопасность и счастье. Представляю на ваш беспристрастный суд всему человечеству геноцид армян в Османской империи в 2015 году заговор большевистской России в лице Ленина от Ататюрка, в результате чего мы потеряли оставшуюся территориальную часть нашей Родины. Для обеспечения исторической справедливости мы объявляем себя правоприемником всех армянских вероисповеданий, такие как Альвапаштутюн, Хетаносутюн, армянско-апостольское и византийское вселенное христианское миросоздание. Мы наследники всех армянских царств Арийской империи Великого Ара, Арама Великого, Тиграна Великого, Византийской империи Вазилия Второго и государства Первой и Второй республики объявляем о создании федеративной Армении как восточной Армении под протекторат России по границам Советского Союза на Кавказе на правах правоприемственности Армении, как победитель Первой мировой войны и Второй, а также создаем Западную Армению как победитель Первой мировой войны, что подтверждается решением арбитражного суда США Видерна Вирстена. Мы наследники также Киликийского царства, гарантами восстановления являются Франция и Британия, и поэтому протекторат Западной Армении будет решать США, Франция, Британия. Центральная Армения имеет исторические скорни с Китайской империей и Индийской, поэтому часть передается под протекторат Китая и Индии. Этническая Армения, Этноская, Гетановская Армения, Айская Армения являются родоначальником японской династии, где на острове Ая, по-армянски Ая, жили наши жрецы и философы, поэтому эта территория древней Армении переходит под протекторат Японии. Спасибо за внимание, с вами был Григорий Тигран Гекторович, президент военно-патриотического блока «Гвардейская звезда». А я вам еще, все вышеуказанные документы мною сегодня подписаны и отправлены для ознакомления проекта от моей организации всем вышеуказанным лицам.